Соньку более удобно держать в руках, снимать что-либо. Вот такой вот хват, и вы не закрываете передние микрофоны. Здесь есть выход на установку штатива, либо селфи-палки. Это очень удобно и практично, в отличие от GoPro, где нужно устанавливать рамку, чтобы подключить сюда трипод, либо селфи-палку. Потому в плане корпуса выигрывает Сонька. И мы ставим первый плюс Соньке. GoPro здесь проигрывают. Снимать просто с рук неудобно. Для того, чтобы снимать видео, вам нужно установить рамку. И тогда у вас только появляется возможность прикрепить какое-то крепление, селфи-палку, либо трипод, чтобы начать съемку. Соньку можно просто с кармана достать и начинать снимать. Здесь, конечно, большой плюс. Плоский корпус GoPro сделан не просто так. Здесь есть большой сенсорный экран, который помогает вам во время съемки вы видите то, что вы снимаете. И потом отснятый материал можно просмотреть и удалить какие-то лишние ролики, которые заполняют память вашей GoPro. За сенсорный экран ставим GoPro Plus. В GoPro отсеки открываются очень трудно. И нужно приловчиться, чтобы открывать их и, там, не знаю, сменить флешку, либо заменить батарейку. И доступ к флешке, кстати, не очень удобно размещен снизу. Так как на GoPro мы снимаем защитные рамки, чтобы открыть отсеки для зарядки, либо установки флешки, нам нужно постоянно снимать эту рамку. Снимается она не так просто. И только тогда у нас появляется доступность к этим отсекам. И, скажу честно, вот эти крышечки, они не так удобны. И с первого раза просто тяжело научиться. Нужно, блин, пальцы ломать, чтобы достать флешку и зарядить камеру. Очень неудобно. У Соньки с доступностью выхода все намного проще. Здесь есть отдельный отсек для батарейки. Открывается крышка очень просто. Есть специальная защита, чтобы случайно не отлетела эта крышка. Сзади есть отсек для всех выходов. Здесь есть выход для дополнительного микрофона. Это очень удобно, если вы хотите записать видео с хорошим звуком. Хотя у Соньки здесь и так очень хороший звук, есть стереомикрофон. Снизу есть выход для флешки. Все эти крышечки снимаются очень просто. И доступность флешки у Сони очень радует. По доступности зарядки и флешки Сонька здесь выиграют. Потому мы ставим еще один плюс для Сони. GoPro у нас весит 118 грамм. В тот момент, когда Сони весит 109 грамм. Это ощущается в руках. Чувствуется, что GoPro немножко тяжелее. Но это неощутимый плюс. Так что мы оставляем все на своих местах. GoPro у нас водонепроницаемая. Ее можно погружать на глубину до 10 метров. Снимать под водой. Это очень удобно. Не нужно надевать специальную защиту. Просто ныряете и снимаете то, что вам нравится. Но есть проблема в том, что когда вы вынырнете и захотите сказать какие-то комментарии. Микрофоны будут затоплены. И вам нужно будет протрусить микрофоны. Либо высушить их. И тогда уже говорить. У Сони совсем все по-другому. Она защищена только от брызг. И чтобы нырять под воду, вам нужен специальный кейс. Он идет в комплекте. Вот так вот он выглядит. Сюда легко всовывается камера. Все это легко так вот закрывается. Все, камера защищена от попадания воды. Можно нырять на глубину до 40 метров. То есть намного глубже, чем на GoPro. Это очень удобно. Также кейс защищает от падений. Большой плюс в том, что кейс очень легко одевается и снимается. Камера легко входит, выходит. Это большой плюс. В отличие от GoPro, здесь чтобы вставить камеру просто в рамку, чтобы установить штатив, нужно потратить больше усилий. Вот как-то так. И потом снимать еще тяжелее, чем вставлять эту камеру. Также, если вы захотите защитить GoPro и купить для нее специальный кейс, защитный полностью, который будет покрывать и объектив, и всю камеру, он обойдется вам где-то в 50 евро. Так что здесь, конечно, не очень хорошо. Самое главное преимущество Sony в том, что у нее есть стереомикрофон, который записывает очень хороший звук. У GoPro со звуком проблемы. Здесь есть несколько выходов для микрофона. И звук очень плохой. Кажется, что он с подземелья. И это как бы очень плохо для камеры такого. Я забрался на мост над проспектом, и мне интересно, насколько справятся камеры в таком шумном месте. Насколько будет хорошо слышно меня. И вообще, будет ли меня слышно, потому что я немножко, можно сказать, кричу, чтобы не слышала меня камера, потому что мне кажется, вообще не будет ничего слышать. Плюс получает Sony. Также я слышал отзывы, что рамка перекрывает выходы микрофона. Вот здесь находится один, и там где-то еще один микрофон. И из-за этого звук становится намного хуже. Если снимать без рамки, звук будет намного лучше. Когда вы будете держать камеру и хоть чуть-чуть переместите свои пальцы, то все это будет слышно как шорох. И это не радует. У GoPro есть большой сенсорный экран. Это очень удобно. Но кроме этого, есть еще маленький монохромный экран, который показывает все статусы, все заряд батареи, что вы снимаете видео и нет флешка памяти. Это очень удобно в том, что сам экран находится впереди, и когда вы снимаете себя, вы видите, что происходит с камерой. Этот экранчик идет без подсветки, то есть в темноте вы ничего не увидите. У Sony тоже монохромный экран, он находится сбоку. Он довольно удобный. Здесь такие вот кнопки для переключения и перемещения между меню. Все очень удобно настраивается. Тоже ничего не видно без света, то есть экран без подсветки. Мне нравится Sony экран, управление, все быстро и доступно. В обоих камерах есть две основные кнопки. Это запись и включение. Также у Sony запись и включение. Обе камеры снимают в 4К. Здесь широкоугольные объективы, не очень удобные и захватывают большой угол обзора. GoPro умеет снимать 4К с частотой кадров в 60 кадров в секунду, но без стабилизации. Стабилизация начинает работать только при настройках 30 кадров в секунду. У Sony же можно снимать 4К только 30 кадров в секунду. 60 кадров в секунду можно снимать, только переключив камеру в режим 1080p. И это как бы большой минус, потому ставим плюс для GoPro. GoPro имеет цифровую стабилизацию и картинка стабилизируется за счет обрезания кадров. То есть обрезается 5% кадра и за счет этого картинка выравнивается и становится более плавной. У Sony есть оптическая стабилизация. Подвижная оптика выравнивает картинку и картинка становится более плавной. У меня довольно сильно трясет. Не знаю, насколько это ощущается на камерах. Это намного лучше, чем цифровая стабилизация, потому добавляем плюс к Sony. Но GoPro не теряет позиции в качестве 1080p. GoPro может снимать 240 кадров в секунду. Это очень замедленное видео. Очень качественное слоумо. Вы можете снимать какие-то экшн-видео, которые потом замедлять и увидеть то, что человеческим глазом нельзя было бы увидеть. Это очень круто. В то время, как Sony в качестве 1080p может снимать только 100 кадров в секунду. И это, конечно, проигрыш. Поэтому ставим плюсик для GoPro. Если посмотреть на батарейки, они отличаются. У GoPro батарейка на 1220 Ач. И она может снимать в качестве 1080p 1 час 45 минут. У Sony батарейка 1240 Ач. Это совсем немного отличается. Но камера может записывать в качестве 1080p 2 часа 15 минут. И этот показатель значительно выше, чем у GoPro. Потому что ставим еще один плюс. Sony по плюсам выигрывает. У нее целых 5 плюсов собралось, когда у GoPro всего лишь 3. Вот такая вот конструкция у меня получилась. Я закрепил две камеры рядом. И мы будем снимать на обе камеры. И поймем, какая же камера лучше. Какая записывает лучше звук. И снимает лучшее видео. Так что погнали. Изолента. Самое надежное крепление. Опять, изолента. Наш лучший друг. Крепим камеры к велосипеду с помощью изолента. Кажется, держится все просто замечательно. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok